Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Настал тот самый день, когда горят костры рябин и пора перевернуть календарь. Ну а кто-то думает, что пришла пора расстаться. Как сохранить отношения и семью на грани развода и надо ли это делать, об этом поговорим сегодня. В гостях у нас психолог Ольга Галкина. Ольга Александровна, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, Галина! Немного бездушных цифр в начале нашей программы. За последние несколько лет сильно возросло количество разводов у нас в стране. И даже я читала, что есть некоторые регионы, где количество разводов даже превышает количество заключаемых браков. И Самарская область в их числе. Вот по данным Самарстата с января с января по мае этого года на тысячу созданных семей в регионе пришлось 1127 разводов. Как вы считаете, с чем связана такая не особо веселая статистика? Ведь, мне кажется, 10, 15, 20 лет такого не было. Ну я хочу вам сказать, что я, наверное, суммарно сообщу результаты, которые даются не только по Самарской губернии, но и в том числе по всей нашей большой стране. Вообще социологи отмечают, что Россия это одна из таких, в общем-то, стран, которые действительно характеризуются большим количеством разводов. Вообще, если сравнивать Европу, Азию, Соединенные Штаты, Дальний Восток, то Россия стоит на первом месте среди всех стран по количеству разводов. На втором месте это Китай, на третьем месте это совместно, так сказать, Турция и страны Европы. Ну и также я хочу вам сказать, что у нас все-таки очень много нестабильного в стране. И я хочу сказать, что раз мы опережаем все страны по количеству разводов, то мы та самая страна, которая относится к тому, что у нас большое количество заключаемых браков. Нас опережает только в этом Китае. Мы на втором, так сказать, месте по количеству зарегистрированных браков. На третьем месте стоит Турция. Поэтому у нас очень любят жениться и очень любят разводиться. Не отчаиваются люди, да, верят в институт брака. Да, можно говорить о том, что ну все-таки люди после развода, да, в общем-то стараются продолжать свою личную жизнь. И, конечно же, стоит говорить о том, в каком возрасте, в общем-то, развелась пара, в каком возрасте мужчина, оказывается, женщина. Но если это в молодом возрасте, то вероятность нового брака очень велика. Почему мы так, собственно говоря, условно говоря, много разводимся с партнерами? Это, конечно, связано с крайне нестабильной обстановкой в стране. В том числе, скажем так, очень много изменений, связанных в экономике, очень много изменений в правовой основе общества. Вот. Ну и прямо могу сказать, что государство, собственно говоря, не выставляет никаких условий, препятствующих разводу. Понимаете? Вот обратимся к тому, что все-таки в Соединенных Штатах и в Европе, чтобы развестись, надо сначала поделить имущество. Пока они не поделят имущество, их никто не разведет. У нас, к сожалению, все наоборот. У нас в сентябре госпошлины увеличили существенно на расторжение брака. Вот. Ну и тем не менее, собственно говоря, нет таких сложных, долгоиграющих условий, которые, согласно которым люди там разводятся. Понимаете? Я могу сказать следующее, что в каком-то смысле социологи отмечают, что разводы сейчас являются одним из таких социальных факторов, которые повышают рождаемость в стране. Например, я приведу такой пример. Молодая пара, у которых родился ребенок в течение трех-пяти лет. Обычно в этот период он у них рождается. Самое большое количество разводов – это как раз-таки на пять лет приходится по стране. После развода пара, собственно говоря, разводясь, снова ищет какие-то отношения, еще очень молодые. Вот. И что мы с вами получаем? Женщина молодая с ребенком и, опять-таки, холостой мужчина. Он, собственно говоря, находит девушку или женщину, пусть даже бывшую замужем. И та же женщина с ребенком тоже может войти в отношения. В том числе у каждого новый проект может закончиться, опять-таки, созданием семьей, регистрацией брака и рождением детей. И у каждого из них может появиться еще один ребенок. И таким образом, суммарно, вот у этих людей мы обнаруживаем на уровне количество детей не одного, а сразу троих детей. Поэтому в каком-то смысле, может быть, это несознательная политика, но тем не менее количество детей таким образом увеличивается. А как вы считаете, вот такое большое количество разводов, может быть, это какой-то человеческий фактор в этом есть? Люди не хотят работать над отношениями, им проще все прекратить и начать с нуля? Вы знаете, на самом деле у нас люди все очень в этом отношении как раз-таки трудолюбивые. Они постоянно рефлексируют отношения, думают намного больше, чем бы это было полезно. То есть это не подтверждается, что мало люди работают с отношениями. Ну, развод – это всегда следствие какого-то кризиса. Расскажите, пожалуйста, что такое семейный кризис. Ну, что такое – это и так понятно. Какие типичные, может быть, кризисные этапы выделяют психологи в среднестатистической семье? В кратком разложении я могу сказать следующее, что кризисы бывают разные, в том числе семейные. Есть нормативные кризисы, а есть как бы ситуативные кризисы. Ну, во-первых, чем один кризис отличается от другого? Нормативные кризисы – это те сложные периоды проживания семьи, когда каждая семья с этим столкнется. То есть на каждом каком-то периоде совместной жизни людей возникает необходимость решить какие-то задачи. Если они вовремя и достаточно хорошо решают эти задачи, то переход с одного периода на другой может быть некризисным. Эти кризисы могут отсутствовать. Это вот те самые три, семь, там, какие-то по годам. Да. Ну, собственно говоря, есть разная периодизация, которая связана, например, с цифровым, да, возможностью периодизации. А есть периодизация, которая связана с другими психологическими параметрами, например, она связана с развитием неких особенностей, например, с развитием коммуникации в семье. То есть люди по-разному общаются на разных периодах там, да. Вот. Ну, пояснить хотела, что есть еще ситуативные кризисы, да. Вот они определяют своеобразие, наверное, пары. Вот с чем, с какими трудностями какая пара столкнется. То есть это кризисы, которые возникают в результате неразрешенной какой-то ситуации, там, допустим, да. Вот. Кто-то простроил отношения с родителями, а кто-то нет. И у них будет масса ситуаций, которые будут связаны с незавершенностью, наверное, неких вопросов, которые касаются, как продолжать общаться с родительской семьей, чтобы это удовлетворяло потребности общения с моими близкими, но не мешало моему партнеру в отношениях со мной. Вот это сложный момент. А у другой пары, ну, как бы, такие кризисы могут быть связаны с отсутствием вот каких-то навыков коммуникации. Они не умеют слушать, они не умеют доносить до партнера какие-то свои ожидания. Вот такие кризисы могут быть. Как понять, что кризис, вот он уже настал, что из стадии милой броняться только тешиться? Мы вот в кризисе прям. Во-первых, вот с течением времени оформляется такая проблемная ситуация. Во-вторых, в рамках этой ситуации всегда есть тема. Она практически одна и та же. То есть люди ругаются по одному и тому же поводу. Это первое. И второе, это формируется стереотипное реагирование друг на друга. Оно повторяется. И самое главное, что за рамками вот этой ситуации человек понимает, насколько он повторяет себя и повторяет сама ситуация. То есть все время про одно и то же ругаются люди. Это говорит о том, что они не решают какие-то сложности и трудности. Они просто переживают. Они эмоционально изнашиваются в этой ситуации. Вот это признак уже кризиса. Существует такой миф, что если супруги ругаются, значит, у них все хорошо на самом деле. Или это если все гладко, значит, им друг на друга все равно. Вот вы понимаете, ругаться можно очень по-разному. Вот когда мы так часто слышим вот эту фразу, да, то я бы посоветовала все-таки различать, что такое излишне эмоциональное реагирование, да, когда вот мы кричим друг на друга, высказываем какие-то эмоции, обмениваемся какими-то впечатлениями. И делаем мы это на повышенных тонах громче, чем обычно. Все равно со стороны кажется, что люди ругаются. А вот когда люди уже начинают оскорблять друг друга, намеренно унижать, бить там в слабые стороны, вот это совсем не тянет на то, что у них какие-то совершенно, ну, такие, ну, счастливые отношения, и здесь они просто эмоционально разогреваются. В первом варианте это эмоциональный разогрев, чтобы потом сблизиться друг с другом, там, да, и снова испытать, там, какие-то эмоции, там, да, выйти вот в состоянии какого-то такого первичного впечатления о партнере, да. Но здесь надо понимать, что мы все-таки намеренно не обижаем друг друга. А есть ли какие-то рекомендации, на что человек может опереться, чтобы понять, что это не сиюминутные какие-то, может быть, эмоции, может быть, не очень хорошие, а в данном случае разрыв отношений будет единственным выходом из какой-то конкретной ситуации? Есть, кстати, очень четкие показатели. Благодарю вас за этот вопрос, потому что он многим людям поможет различать, да. Вот смотрите, показателем того, что пара наметила отправную точку, которая приведет их с высокой вероятностью к разводу, является следующее. Ну, смотрите, такая типичная российская схема. Когда? Ну, я здесь могу привести конкретный пример, например, да. Вот. А, допустим, супруги, да, вот к этому моменту часто у людей уже есть ребенок. То есть совместная обязанность перед их совместным ребенком, да. И вот они начинают договариваться, например, кто ребенка заберет из садика. Они договорились. Вот. Например, там, муж заберет ребенка из садика. Значит, жена планирует это время провести как-то по-другому. У нее же появляются какие-то планы. И в какой-то определенный момент, да, вот буквально внезапно, за короткое до того, как надо ребенка уже забрать, муж звонит и отменяет свое действие. И говорит о том, что я не смогу его забрать, да. Ну, естественно, что по поводу этого возникает сначала напряженный разговор с целью выяснить, почему ты так себя ведешь, почему ты там вот не забрал этого ребенка, почему ты так внезапно, ну, как бы, да, предупредил, если ты знал это за несколько, например, часов, я бы там отменила свои планы и так далее. Человек хочет разобраться в этой ситуации. Другой, который знает, что он подвелся в его партнера, он стойко не признает ответственности своей в этой ситуации, находит всякие оправдания, не поддерживает свою супругу, которой стоило бы услышать извинения, объяснения, да, и заверения о том, что я тебя услышал. Этот человек поведет себя по-другому. Он будет оправдываться, и в случае, когда его призывают к ответственности, он будет агрессировать. Когда он с эмоциями уже перестает, ну, как бы, справляться, потому что мы интенсивно все время вот в этом общении реагируем друг на друга. Что происходит? Происходит ситуативный разрыв, когда они друг друга уже не слышат, нет сил разговаривать, и создается впечатление вообще бессмысленного разговора. А потом люди делают вид, что ничего не происходит. Они какое-то время просто не разговаривают, потом они начинают общаться, и вот делают вид, что ничего не происходит. Но проблема эта остается. Люди не возвращаются к ней, как в качестве, ну, какого-то обсуждения, чтобы опять-таки понять, восстановить, ну, вот это впечатление, которое было нарушено. И вот эта точка, она приведет к очень серьезному кризису в их отношениях. Она просто будет такого накопительного характера, когда много-много ситуаций накопится, и вот тогда негатив, который создан был одной ситуации, да, перейдет в принципе на отношения, и отношения станут негативными, и в них уже будет тяжело находиться. А что происходит, когда партнеры начинают друг к другу претензии предъявлять? Бывает же, что хочется что-то там поправить, скорректировать, но в ответ чаще всего, как у нас лучшая защита — это нападение, какие-то вот претензии, ты посмотри на себя, да, ты вот мне, а ты сама или ты сам. Как попросить что-то исправить, что-то скорректировать, чтобы в ответ вот эта вот лавина не обрушилась на тебя? Значит, я могу оттолкнуться от ваших слов, да, и как сделать так, чтобы тебя слушали? Как быть услышанным? Когда вот обнаружено какое-то рассоголосование в нашей паре, там, да, мы поняли, что у нас разное мнение, но дело всё в том, что в паре, в семье, людям надо вместе делать очень многие вещи. И вот эта разность, вот это рассоголосование, оно влияет на нашу совместную деятельность. Хотя бы на желание что-то делать вместе, там, да. Но когда меня партнёр подвёл, это не остаётся, скажем так, незамеченным. Так не может быть, что я, понимая, что если партнёр отказался от моей какой-то просьбы, зная, что для меня это так важно, я не могу делать вид, в какой-то степени, не быть такой невменяемый, да, я всё равно адекватный человек. Я буду это учитывать, у меня будет меньше доверия. И вот, с одной стороны, есть задача повысить, восстановить то самое нарушенное доверие, да, а с другой стороны, мне нужно убедиться в том, насколько правильно меня услышал человек. Вот с целью того, не стал он мою просьбу выполнять, потому что он специально это не сделал, а это проявление какого-то плохого ко мне отношения. Я с этим не буду мириться, я хотя бы это проговорить хочу. Или же он просто не смог выполнить мою просьбу, и тогда уровень требований к нему не такой строгий. И вы спрашиваете, а что же сделать в этой ситуации? Конечно, начинать говорить. Но в психологии отношений есть тоже определенные законы. Особенно, когда молодая пара, особенно, когда незрелые отношения на ранних парах в одну ситуацию две задачи не загружаем. Это означает следующее. Мы выясняем, и как мы это делаем, это уже не отдельная задача. Я в плане того, что мы можем начать говорить и снова поругаться, потому что тема важная, а мы, так сказать, еще не очень хорошо контролируем свои эмоции. Значит, важно начать говорить, но мы не придем к результату, мы не договорились. Значит, мы снова поругались, и нужно пробовать еще раз. И вот, когда приходит, ну вот, ко мне на консультацию молодая пара, первое, с чего мы начинаем, о чем мы договариваемся, как раз-таки следуем этому указанию. Если вы хотите договориться, выяснить, исправить, делайте это спокойно. Если вы не можете, нет такого настроя, нет возможности, ну не ресурсная пара там, да, вот, значит, нужно, понимаете, в какой-то степени назначить друг другу домашнее свидание. То есть, давай с тобой выберем какой-то день, какой-то час, желательно, чтобы нас никто не отвлекал, сядем с тобой и будем говорить о нас. То есть, сыграть в игру такую. Да, да, именно так. А не так, как некоторые пары делают, но бегу они о чем-то говорят, и причем говорят о чем-то важном. Их все время кто-то отвлекает, они занимаются какими-то делами, но не надо делать сразу много задач. Но надо, чтобы оба были настроены, да? Да, и поэтому надо действительно это свидание назначить, чтобы все как-то серьезно к этому отнеслись. На свидание никто не опаздывает, приходит в хорошей форме, с настроем действительно участвовать в этом беседе. А есть ли какие-то вещи, ради которых во что бы то ни стало надо продолжать тянуть эту лямку, там, не знаю, деньги, дети, репутация, или все-таки дороже психического и физического здоровья? Галена, объясните мне, пожалуйста, тянуть эту лямку, вы имеете в виду, это когда... Продолжать жить в сложных отношениях, где вот эти вот скандалы, недопонимания, друг друга не слышат. Вы знаете, я скажу так, что сейчас большинство современных браков характеризуется все-таки не детоцентризмом, когда мы живем ради ребенка, они характеризуются бракоцентрированностью, то есть тем, что происходит в пространстве отношений между мужчиной и женщиной. Если, проще говоря, меня не устраивает отношение моего партнера, а я с ним живу, ни одна женщина, ни один мужчина не найдет никаких аргументов, зачем мне в этих отношениях оставаться. Ну вот представим, если женщина не довольна тем, что мужчина не работает, не зарабатывает деньги, а эта задача ложится на нее саму, и мужчина не делает никаких, по сути дела, ну таких шагов к тому, чтобы найти работу. Ну как и любая женщина рассуждает. Я какое-то время буду помогать, помогать тебе, пока ты ищешь эту работу. Но если я увижу отсутствие каких-то действий, то она не возьмет на себя постоянно эту функцию зарабатывать, зная, что мужчина ничего не делает. Пусть он тогда занимается огородом, детьми, чем-то занимается обязательно. То есть сегодня таких вот вещей нет, что ради детей продолжать? Нет, нет. Наверное, речь может идти о каких-то нераспространенных, да, тенденциях брака, которые, ну вот, существуют в особых социальных нишах. Например, такое явление, как христианский брак. Вот там собирающей идеей отношений являются христианские, по сути дела, ну как бы установки, понимаете? Вот. Но если мы говорим об обычных людях, да, то, конечно, мы не найдем аргументов, зачем бы этой паре оставаться друг с другом. И она их не ищет. А есть ли ситуации, когда психологи советуют просто вставать и уходить, даже не стараться как-то налаживать отношения? Хорошо. Такой обученный психолог с классическим образованием, с такой достаточно убедительной, профессиональной базы никогда не возьмет на себя обязанность и вообще не будет советовать паре развестись. Он дает им понимание, что происходит в отношениях, чтобы она сама приняла это решение. Это вообще очень опасно. Брать психологу такой ответственности, говорить о том, вот вам бы лучше развестись. Слушайте, а вот отношения с домашним насилием сейчас прям вот чуть ли не из каждого утюга говорят вставать и уходить? Понимаете, я скажу, ну, нетривиальную, наверное, идею, да. Конечно же, домашнее насилие, особенно если это насилие, которое осуществляется по отношению к детям, по отношению к женщинам, да, это вообще недопустимые вещи. Но тут очень важно понять, если мы делаем отсыл к такому совершенно неприемлемому поведению, например, мужчины, является ли это мужчина психически выменяемым человеком? Нет ли у него психических расстройств? Если да, то его надо лечить. Если мужчина, там, злоупотребляет, там, да, вот, алкоголь, наркотики и так далее. И находится он на этапе, ну, как вот в медицине говорят, на этапе достигнутых изменений со стороны психики и личности, которые уже не корректируются. Это только, ну, как бы, такая серьезная лекарственная терапия. Вот. При том, при всем, что это ложится на саму женщину, лечение, реабилитации и так далее. Возьмет ли она на себя это все? Это, конечно, ее решение. Не оставаться в таких отношениях, а потом на ней, ну, как бы, ложиться ответственность, защитить от постоянного такого воздействия своих детей, чтобы они не росли в такой обстановке. Я знаю, очень много у меня у меня есть клиентов, которые, вспоминая свое детство, где там злоупотреблял отец или тем более оба родителя, они до сих пор остаются в недоумении, на самом деле, почему мама не оставила отца и почему ей пришлось проживать все ее детство, да, рядом с таким человеком. То есть ей все время надо думать о том, что, какую обстановку в семье на своему ребенку дают под ее ответственность. Но прямо говорить о том, что ей надо развестись, наверное, все-таки психологу не стоит. Кстати, в рейтинге причин разводов по данным в ЦИО как раз зависимости и болезни на лидирующих позициях причин развода. Что делать, когда силы заканчиваются выстраивать эти отношения по кирпичикам и каждое вот это столкновение вроде бы разрешается, но все жизненные ресурсы куда-то исчезают? Я хочу сказать следующее, что во всех таких изматывающих ссорах семейных человек реагирует не только на партнера, но и на самого себя. И есть исследования, которые показывают, что вот эта эмоциональная измотанность, истощаемость, она не потому, что наличит объективно какое-то рассогласование, а потому, что человек принуждает буквально себя это терпеть. с этим мириться. И когда я человека прямо спрашиваю, вот что тебя беспокоит, да, что у тебя отнимает столько энергии, там, да, то, что ты видишь такое унизительное к себе отношение со стороны партнера, или или что ты терпишь и совершаешь какие-то действия, которые унижают тебя саму. Вы думаете, какой ответ? Женщина или мужчина отвечает, что как раз таки он истощается из-за того, что он себя принуждает, понимая, что бесследно это никак-то не проходит. Вот это уныние, отчаяние, это потому, что именно ты не знаешь, что тебе делать. Но тогда откажись от каких-то действий, которые ты заставляешь себя делать. Молчать, например, сохраняя вот там худой мир какой-то, понимаете? Потом, наоборот, кричать на партнера, когда тебя все равно не услышат. Это не нужно делать, потому что человек не просто расстроен, он просто глубоко разочаровался, он в тупике, он просто не знает, что делать. Ну так не делай действий, которые не приносят результат. Ломать себя и прогибаться это плохая идея. Это плохая идея. Это действительно. Ольга Александровна, наш сегодняшний выпуск подходит к концу, может быть, но я все равно последний вопрос задам, если получится домократно. Давайте. Мы в следующем выпуске продолжим эту тему, у меня еще много всего есть, чего расспросить. Какие рекомендации все-таки дают психологи тем парам, которые хотят вернуть былое взаимопонимание, когда оба настроены на результат? Непростой вопрос, сразу могу сказать. Но если вот очень немного подумать, я соберусь сейчас и скажу следующее. Хочется, конечно, помочь же большим количеством людей, там, людям, парам, не одной конкретно. и по опыту я могу сказать следующее. Первое, вот что-то надо делать с этой идеей, вернуть былые отношения, их не вернешь никогда, но можно создать другие отношения, я бы сказала еще лучше, потому что те былые отношения, которые построены вот на такой влюбленности, там, да, в большей степени там очень много приятных эмоций, воодушевления, надежды и так далее. Здесь зрелая пара может создать отношения, где люди понимают и им комфортно, и главное, они чувствуют себя защищенными с этой парой. Поэтому, когда пара разочаровалась, когда у них много конфликтов, когда они обросли сами и своего партнера видят в претензиях, нужно чаще всего работать с двумя аспектами отношений. Это то, как люди дают поддержку друг другу и то, как они доносят информацию друг до друга и работать с этими способами, как я тебя поддерживаю, как я тебе объясняю. Очень часто в этом кроется как раз-таки проблема разногласий. Дело не в том, что люди разные, а дело в том, как они друг до друга доносят свое мнение. Вот в этом проблема. Спасибо большое. На сегодня наш выпуск подошел к концу с психологом Ольгой Галкиной. Мы обсуждали, как сохранить семью на грани развода. Но у меня еще остались вопросы, как я уже сказала. Их обсудим через неделю. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова